Здравствуйте! В эфире программа «Ревизор». Мы находимся в Сыктывкарском микрорайоне «Орбита». И за моей спиной один из немногих оставшихся зелёных участков столицы республики. Здесь жители проводили свои праздники и гуляли с детьми. Не так давно часть этой зелёной территории огородили забором. Здесь началось строительство. Разберём эту проблемную ситуацию сегодня в программе. Работы на этом участке начались ещё в декабре 2016-го. Увидев строительное ограждение на своём привычном месте отдыха, жители десятков окрестных домов забили тревогу. И их возмущение можно понять. Вот так этот участок выглядел раньше. Зимой каток, летом бассейн и детские площадки. Всегда многолюдно. Здесь проводили праздники, ставили новогоднюю ёлку и просто гуляли с детьми. Сегодня жители боятся, что их любимое и, по сути, единственное место отдыха в округе может исчезнуть под натиском строительной техники. Чтобы нам сейчас куда-то пойти, нам надо не один двор пройти с ребёнком. А таких семей, я уверена, мы не одни, которые были за то, чтобы здесь облагородили эту территорию. Это было близко к нашему дому. Мы были очень счастливы, когда мы просто выходили из дома, здесь стояли эти комплексы. У меня ребёнок очень любил по ним ходить. И мы не знаем, что сейчас нам делать, куда нам вообще ходить. И почему мы куда-то должны уходить из своего двора гулять. Осталась лишь небольшая детская площадка для совсем маленьких детей. Ребятам постарше здесь места нет. Они вынуждены бродить по соседним дворам. Так вот вам, ребятам, 10-12 лет. Вы куда-то ходите здесь? Да, ходим. А раньше что вы здесь делали? Раньше мы вот... Раньше, я помню, тоже был такой парк, где аттракционы всякие были. Каждый день туда ходили. А зимой тоже. Коток был и удёлка. По проекту сейчас здесь идёт строительство гостевой автостоянки. Сам земельный участок муниципалитет сдал в аренду ещё в 90-х годах. Единоличный арендатор участка в 9 тысяч квадратных метров – компания «Ассортиплюс». Она же и заказчик строительства. Гостевая автостоянка мотивировалась тем, что во дворах домов нет места, куда ставить машину. Но когда мы стали уточнять эту информацию у жителей, большинство против данной автостоянки не потому, что она не так уж сильно нужна, а потому, что здесь нужно создать место отдыха для людей. Потому что это последнее место в нашем районе. Ещё несколько лет назад активные жители микрорайона «Орбита» обращались в городскую администрацию с просьбой разбить здесь сквер. Но получили отказ, так как земля находится в аренде. Позднее местные жители обратились в прокуратуру, чтобы проверить законность строительства на этом участке. Этот земельный участок, существующий на сегодняшний день, он образован путём соединения двух меньшего размера участков, которые предоставлялись на конкурсных началах ещё в 95-м году и в 2004-м году. В дальнейшем всё это передавалось на основании арендных правоотношений с администрацией. И сегодня этот единый земельный участок находится в аренде ООО «Ассорти плюс» – срок аренды до 2020 года для размещения гостевой автостоянки. Но местные жители уверены – автостоянка только предлог для того, чтобы получить возможность более масштабной стройки. Компания «Ассорти плюс» – какой смысл вообще строить в этом месте парковку? Ведь она будет, как предполагается, бесплатная. Она предполагается как бесплатная, то есть гостевая автостоянка. Но основной смысл, о котором мы узнали не в одном месте – это дальнейшее приобретение данной территории в собственность. Приобретение в собственность какой целью? Для чего? Основная цель – это приобретение в собственность для дальнейшего строительства многоэтажного дома на данной территории. Жители Орбиты даже нашли на просторах интернета эскиз якобы будущего высотного здания, который будут строить на этом месте. Но подтвердить эту информацию в мэрии нам не смогли. История противостояния бизнесменов и горожан получилась настолько громкой, что даже глава республики Коми Сергей Гапликов высказался по этому поводу. Инициатива жителей Сыктывкарского микрорайона Орбита по обустройству площадки – пример неравнодушного отношения к своей жизни. Не дождавшись реакции бизнесменов на просьбы горожан и призывы мэрии пойти навстречу людям, городская администрация перешла в наступление. На планерке мэр Сыктывкара Валерий Козлов рассказал журналистам, что администрация подала в арбитражный суд Коми иск против компании «Ассортиплюс» с требованием расторгнуть договор аренды на участок. Администрация просит суд расторгнуть договоры 13 мая 2015 года о аренде земельного участка, заключенный между администрацией муниципального образования и общей сограниченной ответственности. Обязать обществу сограниченной ответственности в месячный срок со дня вступления в силу решения суда освободить земельный участок. Два пункта наших, так сказать, отребованных вакциальных судов. Расторгнуть договор без законных на то основание нельзя, при том, что нарушений правил аренды со стороны «Ассортиплюс» выявлено не было. В том числе мы считаем, что нам позволяет договор в соответствии с пунктом 3.1 договора аренды. Арендодатель имеет право достаточно расторгнуть настоящий договор при использовании земельного участка подлагоустройства города. Это пункт договора. Я думаю, что основные наши позиции мы изложим в суде. Есть такая сложившаяся практика. В принципе, стороны перед судебным заседанием своих основных мотивов и аргументов не публично, не озвучены. Тем не менее, городской администрации, в случае, если суд встанет на их сторону, все-таки придется возместить понесенные компании «Ассортиплюс» убытки. Сумма при этом пока не называется. Но, как заявил мэр столицы республики, чиновники готовы в соответствии с законом возместить ущерб. Почему мы просим суд максимально быстро наложить обеспечительные меры в виде запрета работы? Если суд такое решение примет, то, во-первых, работа будет приостановлена, во-вторых, не будет расти те цифры и те объемы, о которых вы говорите. Арбитражный суд республики удовлетворил требования администрации города о принятии обеспечительных мер и приостановил строительство парковки, а также запретил регистрационные действия на время рассмотрения дела. Само заседание состоится в конце июня. По планам, строительство парковки должны были завершить в июле этого года. По закону, наличие завершенного строительного объекта на арендуемой территории позволило бы компании выкупить этот участок земли в собственность и далее распоряжаться им по своему усмотрению. То есть опасения жителей по поводу планируемого строительства многоэтажного дома на этой территории не беспочвены. Между тем, руководство компании Ассортиплюс от комментариев по этому поводу отказалось. На сегодняшний день удалось ли договориться с компанией Ассортиплюс по поводу этого спорного участка? На сегодняшний день мы пока не договорились с компанией Ассортиплюс. 2 июня в наш адрес был предоставлен ответ, можно сказать, даже предложение. Судя его в том, чтобы затянуть переговорный процесс до 26 июня. Выдать другой участок под застройку компании не получится? Не получится выдать, потому что согласно действующему земельному законодательству в аренду выдается земля только на условиях аукциона. Получается, если работы прекратятся, что с этим участком-то вообще? Землю всю перекопали, если строительство прекратится, что дальше на этом месте будет? Застройщик должен привести землю в нормативное состояние. А готова ли компания Ассортиплюс на эти дополнительные траты? Это же все эти траты лягут на их плечи. Естественно, лягут на их плечи, но читать пункты контракта, договоры на землю, там прописано все. Естественно, мы будем переговаривать с застройщиком по вопросу приведения, приведения в нормативное состояние данного земельного участка. В таком виде, который разрытым, котлованом, там не котлованом, а разрытым, перерытым, он не останется. В планах администрации города включить эту зону, едва ли не боевых действий, в программу благоустройства территории, если она будет продлена на следующий год. Общественники микрорайона «Орбита» уже подготовили эскизы будущего сквера. По примерным подсчетам, его разбивка обойдется примерно в 15 миллионов рублей. Сейчас все стороны ждут судебное заседание по этому непростому вопросу. Программа «Ревизор» продолжит следить за развитием ситуации вокруг строительства в Сыктывкарском микрорайоне «Орбита». На сегодня все. Видеоверсии этого выпуска и предыдущих программ доступны на сайте юрган.рф или посредством функции «Видео по запросу. Айпи-телевидение. Ростелекома». Это была программа «Ревизор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова